Добрый день, дамы и господа! Добрый день, дамы и господа! Сегодня, как обычно, мы будем говорить о нашей недельной главе. Наша глава называется Хукат. И что означает законы, о которых мы через две минуты поговорим. Вначале говорится о красной корове, но, как вы понимаете, красная корова, новенька, знаете, это совершенно минорная заповедь, которая даже во времена храма, когда был пепел красной коровы, выполнялась крайне редко. Но мне кажется, что наша недельная глава является очередным, очередным абсолютно ультимативным доказательством, что самое главное в иудаизме это взаимоотношения между полами, взаимоотношения между мужем и женой, это моделирование всего мироздания. Семья лежит в основе еврейского мировоззрения. И отношения между мужчиной и женщиной являются своего рода аллегорией наших отношений с Богом. Именно поэтому наши мудрецы считают, что книга Широ Ширим, песть песней царя Соломона, являющаяся аллегорией наших отношений с Богом, является самой святой книгой в Танахе. Но не подумайте, я не совсем заразился фриидизмом, хотя ничего плохого в этом нету, и вижу во всем, что происходит, сексуальный подтекст. Нет, не об этом идет речь. Наша глава, действительно называясь Хукат, говорит о категории заповедь, заповеди, у которых нету логического объяснения. Как и заповедь красной коровы, даже величайший, уже вышеупомянутый мудрец и у всех когда-либо живущий царь Соломон, не мог найти ей логического объяснения. И заповеди, в целом все наши 613 заповедей, как вы наверняка знаете, делятся на три категории. Есть заповеди, не имеющие никакого логического объяснения, есть заповеди, которые на первый взгляд его не имеют, но когда нам эти заповеди даны, как заповеди, тогда для нас очевидно, что почему и как их нужно выполнять. Например, такие заповеди, как праздники. Без того, чтобы мы вышли из Египта, мы не праздновали бы праздник Пейсок. Но коль мы уже вышли, понятно, что мы это празднуем. И есть третья категория заповедей, заповеди, которых есть абсолютно четкое логическое объяснение. Даже если бы эти заповеди не даны были нам всевышним, то так или иначе мы бы до них додумались самостоятельно. Но интересно, что именно к заповедям, у которых нет логического объяснения, относятся все практически заповеди, связанные с нашим повседневным образом жизни. О том, что значит быть евреем. Такие заповеди, как кошер, шабес, чистота семейной жизни, все относятся к этой категории заповедей, не имеющих логического объяснения, которое называется хуким-законы, как и наша недельная глава. И если по поводу двух других категорий мы могли бы спорить, спорить очень долго, но так или иначе мы бы пришли к какому-то консенсусу, связанный с заповедью, у которых есть логическое объяснение, или исторических заповедей. И так или иначе мы бы договорились о том, что нужно и как выполнять. Может быть, уверен, каждый в своем аспекте нашел бы для себя путь к этим заповедям. Но по поводу заповедей, у которых нет логического объяснения, сколько бы мы ни спорили, ни обсуждали, мы никогда не могли бы доказать или объяснить, почему нужно или не нужно выполнять этих заповедей. Такое впечатление, что Всевышний нам говорит, послушай, вот я сотворил мир, в котором есть молоко и мясо, и я просто хочу, чтобы ты их не смешивал. Я создал мир за шесть дней и на седьмой отдыхал, и я хочу, чтобы ты тоже отдыхал. Не потому, что у этого есть причина, просто он говорит нам, я так хочу, сделай это просто для меня. Я не знаю, как в ваших семьях, но в моей семье мы с моей женой спорим очень много, по любому поводу. От того, какую плитку класть на полу, до того, какой калыч отправит наших детей, от того, чтобы приготовить на шаббат, до того, о том, в каком районе жить. Мы спорим по любому поводу. И, конечно, есть много вещей, о которых мы договариваемся, но есть такие вещи, когда все, что нужно сделать моей жене, это сказать, дорогой, сделай это просто для меня, просто я тебя так прошу, сделай это ради меня, и мило улыбнуться. И тогда никакие доказательства и объяснения мне не нужны. Я готов это делать, потому что этого хочет моя жена. Точно так же и Всевышний. Он хочет, чтобы мы вели еврейский образ жизни, просто потому, что он хочет. Поэтому, дамы и господа, пусть он нам улыбнется. Сделайте это только ради него. Успехов. До встречи. Пока. Субтитры подогнал «Симон»